спасибо большое так тогда быстренько еще раз повторюсь сейчас мы будем в первую очередь строить фоны фоны для наших будущих цветов нам нужно будет краска густоты йогурта или такой жиденькой сметаны я еще называл и раньше городская сметанка для этой цели ребят возможно у вас тюбики она будет слишком густовато тоже вот проверьте для себя насколько у вас ох то у меня даже отслоение произошло в принципе если у вас акрил отошел бывает так иногда когда краски долго хранятся акриловая пигментная вот это вот субстанция она отходит от связующего акрила но в любом случае это слишком чересчур густенько и вот чтобы эту густоту сейчас разбавить немножко вот тут надо добавить в воду но воду надо добавлять осторожненько чтобы не переборщить ребят тоже вот если она вас будет слишком густая то когда вы ее нанесете они вас тут же все эти красочки и мгновенно высохнут ну по крайней мере на толстых картонах это очень быстро происходит может так получится что даже не успеете ничего сделать что касается оттенков которые вам предлагаю сюда внести вы можете сейчас предварительно уже приготовить все тюбики которые мы будем сюда вносить по такому простому критерию вот вам приятно эти краски вот их оттенки не обязательно прям конкретно вот бывает зеленый не очень такой сам по себе в тюбике красив он слишком концентрированный но вот если бы он был светленький вот это было бы вам приятно какой-то голубой оттенок он бы был бы вам приятен вот на такой приятности я запрошу выбрать три тюбика три цвета это могут быть абсолютно любые цвета абсолютно любые оттенки вот но я возьму один от меня будет зеленовастенький тюбик один я возьму рульную краску cc очень рульная краска она называется церрулиум и немножко такой зелененький нет зелененький я все-таки оставлю вот этот не буду я брать такой о неожиданный возьму цвет умбра жёная умбра жёная она конечно шоколадно-коричневая при ближайшем рассмотрении но с белым цветом это получается очень красивый какао с молоком оттенок вот собственно говоря вот эти 33 тюбик у меня будут задействованы возможно ребят есть смысл если у кого-то такая присутствует возможность какую-нибудь зубочистку или бамбуковую палочку остриё нам будет надо чтобы очень маленькими количествами брать эти краски если ничего такого нету то в принципе можно использовать палочку тонкой кисточки не сама кисточка вот именно и палочку чтобы легко и было вытереть а брать как как дозатором таким своеобразным очень маленькие количество этого цвета чтобы не переборщить потому что переборщить будет очень легко и тогда все тогда сразу будет очень мощный интенсивный вариант и уже будет сложно этим управляться да я поглядываю если зайдут пусть впущу вот и какой-нибудь колючей кисточкой широкенькой если у вас таковая найдется вот мы сейчас с вами это все будем заполнять прежде всего я вам предлагаю всю вашу картонку покрыть вот этой белой краской не жалея этой белой краски прям смело так ребят применяете слой можно сделать чтобы он был толстенький направление кисточки сейчас не важно а вот что сейчас важно расскажу немножечко уже можно потихонечку от малярных вещей переключаться на более такие ну серьезные значимые ребят мы конечно это в преддверии дня такого всех влюбленных валентиного дня все это запускаем вот эту вот такую вот идею сама история этого события думаю всем известно вот об этом святом много уже наслышано тем более уже не первый год мы с этим встречаемся событием ну и так уж традиция европейская перекочевала к нам мы легко выбираем разные традиции умножая их и переувеличивая вот традиция правда хорошая красивая очень немножечко скажем так акцент переключить с разных важных чересчур ритмов на такие вечные добрые моменты связаны с любовью и вот сейчас как раз я вам предлагаю ну внутри вот заполняя этой белой красочкой все вот какие-то свои ощущения переключить вот за всю вашу жизнь которая вас проходила все за всю вашу историю которая вас проходила с вашего может быть даже рождение так кому-то удастся вспомнить мы всегда кого-то любили всегда был кто-то кто был для нас очень дорог начиная от мамы и вот все 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 вот сам сам ваша любовь проявлялась через какие-то фокусы любви может так сказать вот как вот фокус собирает линза солнечный свет так и вот наша любовь на себя струится но иногда мы ее фокусируем через того кого мы любим кому мы относимся очень так трепетно и очень так вот тепло тогда происходит фокус и вот именно об этом сейчас я вам предлагаю вот по по мере того как мы будем делать вот эти всякие разные манипуляции с нашей картоночкой вот об этих фокусах немножечко пособирайте ваши воспоминания это люди мужчины у кого-то женщины у кого-то мужчины у кого-то родители у кого-то да даже родина животное само собой то есть всегда были какие-то фокусы вашего вспыхивания вот этого чувства которое всегда в нас присутствует но благодаря фокусом это можем чуть ярче про 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 ощущать вот и когда вы покроете белой красочкой все вот эту вашу основу палочкой осторожненько берем любой какой-то ваш цвет бросаем его и во все стороны его разбрасываем прям чтобы появилось такое пятно если вы сделали густоту о которой я говорил то в принципе у вас будет такая немножечко размытая такая мазковая слегка область можно прямо зочками даже управлять можно сделать как ты из мазочку какую-то текстуру в разные стороны вот один цвет и если будет интересно можно его в другом каком-то месте еще повторить можно потом сразу на другой переключиться цвет тоже лучше микро дозами какими-то микро какими-то такими порциями впускаете его к вам на картину и внешне разбрасываем маленькими короткими мазочками в разные стороны у вас будет постепенно формироваться такое светленькая и пятновая такая заполняемость нашего листа с особой теплотой вспомнить предлагаю вот тут то первое чувство любви которое вот вы можете в себе самое самое раннее первую любовь называется еще тоже вот это ощущение все наши мысли все наши воспоминания все наши чувства они тоже имеют определенные моменты связанные с более тонкими действиями как энергия и потихоньку вот так вот все три цвета которые вы выбрали себе вот по чуть-чуть их запускаем кисточку при этом можно не отмывать ребят будет еще интереснее эффекта переходные но если у вас так получилось что свет который появляется на смеси от предыдущего оттенка можно конечно ополоснуть кисть но обязательно потом вытирать ее тряпочкой чтобы воды не было на кисти не не капельки чтобы все сохранялось на той густоте который можно назвать йогуртовая густотность такая как только капелька воды здесь появится все будет неуправляемый процесс но очень тяжело управлять мокрыми красками тем более такими жесткими кистями кистями там нужно специальной кисти совсем другого типа прикосновение кисточкой тоже рекомендую переходить в более нежное касание как бы если кто-то использовал широкий мазок то попробуйте сейчас градацию перейти на более легкое прикосновение еле 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 прям такие нажимчики уже пошли на кисточку если чувствуете что где-то подсыхает ребят воду брать не советую можно вместо воды взять еще раз белую красочку вот она может быть вашей водой но бывает так учат пока я два уголка делал третий уголок уже начал высыхать представляю что четвертый же совсем начал высыхать пускай высыхает вот король коротенькие мазочки формируйте желательно конечно в разные стороны они будут более так немножечко и вас чуть-чуть запутывать постепенно будет вас немножечко так в художественное пространство отправлять ну и оттенки конечно будут более тонкие бой не более нежные нажмите сильнее на кисточку будет как бы более интенсивный оттеночек будете делать легкие легкие прикосновения конечно будет очень легкие соответственно и тона да здесь уже совсем подсыхает белая красочка является нашей водицей используя в маленьком количестве краски конечно будет очень легкие тональности очень будет такое все разбеленная очень светленькая ну и приближаясь к завершению ребят тоже так потихонечку рекомендую вам еще одно ощущение такое запустите оно тоже очень нужное запустить вот всем нашим получается это не только люди это могут быть и животные какие-то события и даже страна и город на везде где вы ощущали чувство любви вот просто пошлите благодарность в прошлое всей вашей жизни вот именно благодарна благодарную такую волну за то что у вас были такие удивительные моменты которые фокусировались вот этой любовью в течение нашего периода жизни такой теплая теплая волна признательности причем здесь даже если это будут мысли ребят тоже хорошо им и ментальная энергия она очень здесь высока и значима и эмоциональные чувственные волны они тоже очень ценны и необходимы суммарно когда все это складывается вместе вот там что-то происходит необычное обычно это называется каким-то таким волшебством вот если у кого-то будет еще какой-то например сюжетик еще одна картоночка можете это тоже заполнить вот в принципе если только одна ребята сейчас мы отправим сушиться куда-нибудь стороночку и отложить и поработаем на бумажке листочки с помощью карандаша посозидаем некоторые чертежики и и если вдруг ребят буду подвисать мало ли вдруг сейчас у нас снегопад очень сильный с метелью может сбивать летящие килобайты на лету поэтому если вдруг подвисну вы мне обязательно микрофончик открыв просигнальте я лучше еще раз повторю какую-то часть информации вот так же если вдруг произойдет выключение сети у нас у нас бывает надо вообще выключают электричество в горах такое дело обычное то тоже я буквально быстренько переключусь может быть даже и и не выйду из сети чтобы электростанцию запустить так полетели ребят нам сейчас будет нужен карандаш и листочек бумаги ну а картоночка наша пускай пока подсыхает мы сейчас с вами пройдемся по некоторым моментам строения как раз вот элементов цветочных которые соберем потом в наши веточки цветущие вот именно как символ как символ который вот мы выбрали из того что сейчас вот ближе скажем так к марту уже до марта недалеко как раз вот там вот в зоне марта апреля появляются очень такие удивительные первые цветы которые и у яблонь могут быть и у вишен могут быть когда зелени нету а цветочки уже есть то есть это удивительное явление которое отдельным ритуалом любования отмечено во многих азиатских странах и в частности в японии любование сакурой возведено ну прям такую государственную форму особого любования ну не только сакурой конечно любуются ритуалы любования их очень много если человек занимается ритуалами любования то у него кое-что происходит вот так ребят полетели любой бутон мы обычно видим в разных положениях просто в пространстве иногда он смотрит прямо на нас иногда он к нам бачком иногда он к нам полуповернут и во всех этих положениях он очень по-разному смотрится я сейчас буду брать пента система пента это 5 5 лепестковая 5 лепестковая такая конструкция которая для начала вот если он к нам развернут вот сначала вот эту вот конфигурацию разберем допустим вот это будут габариты этого цветка где-то здесь будет центр этого цветка находиться вот и вот пять лепесточков которые образуют все эти листики где-то они вот тут вот на нас выглядывают и вот как раз каждый листочек у нас образует сам по себе можно может быть кругленький кончик может быть слегка остроконечный кончик но каждый из лепесточков образует такую вот дуговую лепестковую конструкцию каждая из которой смотрит на нас и фактически получается что такие лепестки выписывать с одной стороны не сложно потому что они всегда смотрят нашу сторону можно всегда немножечко играть каким-то лепестком чтобы он был не строго прям так вот на 72 градуса как бы деление круга чтобы было ровно так все симметрично относительно центра совсем не стоит так делать ребята все-таки цветы они более подвижные поэтому делать пять лепестков в ракурсе смотрящим прямо на нас хулиганьте немножечко хотя бы один лепесточек чтобы был немножко сдвинут вот это как вам как как раз самый один из простых ракурсов когда листочек смотрит прямо на нас что у него еще есть есть у него из зона тычиночек небольших маленьких разных-разных которые тоже небольшой таким ежиком в центре покоятся сами вот эти ножки тычиночков и на них как раз уже маленькие точки непосредственно уже самих пыльнички все эти тоже все выглядывает то есть в принципе сама конструкция не сложная но все начинает хитриться когда появляются ракурсы именно ракурсы в пространстве дает ощущение не только что это объемная но и какие-то особые оттенки вот там какие-то особые эмоциональные оттенки появляются если вы все цветочки сделать только вот так допустим у вас будет какая-то веточка и вот только такие будут как будто все цветочки такие раз и увидели вас само ощущение эмоционально таких работ может появляться даже немножечко такое настороженное что это не на вас так пристально все смотрят когда вот все все бутоны вдруг развернулись в вашу сторону тоже такая вот интересная особенность есть подсолнухи так тоже настораживают когда вот идешь бывает по полю а все головушки развернулись в одном направлении за солнцем есть период когда они все смотрят вот а бывает так что совпадает с вами вы стоите как раз и на вас все подсолнухи так зырят вот и бывает так немножко даже такой а че смотрят вот здесь тоже в одном ракурсе конечно это будет не совсем интересно вот здесь это был круг если это все все-таки будет немножко в более лежачем положении то и круг превращается вот такую фигурку тоже вы об этом все знаете вот любой кружок который смотрит на нас так положение поворота становится эллипсом он становится овалом вот а все остальное то же самое точно также есть какой-то центр я пока буду брать как плоскость все эти цветочки это же здесь будет 5 всего 5 надо будет сделать лепестков и каждый из этих лепестков пойдет у нас вот гулять сам по себе вот так вот внутри своего сегментика какие-то будут смотреть на нас какие-то немножко в бочки пойдут пока я беру как плоская система то есть это все плоскость но тем не менее даже в плоскости ребят если расположить такие цветы очки уже два ракурса получается есть уже будет гораздо интереснее уже гораздо красивей уже будет любопытнее даже если вот вы эти овальчики допустим здесь какая-то веточка идет и вот один овальчик вот так вот другой овальчик пусть такого же размера но в другую сторону третью в третью и вот уже играя в разные направления вот такие только не делаете сейчас на всякий случай вот специально акцентирую я даже постараюсь сделать это вот так же почти как здесь чтобы не было моментов ну скажем так продуманности такой чересчур ну правильности то есть вот два бутончика и даже ножки сделал под одним углом вот вот чтобы вот эти углы отличались и чтобы вот это расстояние тоже вот это вот не было одинаковым ножка одинаковое например и один поворот вот иногда такие вещи наш ум выкидывает когда вот вы рисуете если после длительной какой-то работы связаны с цифрами с какими-то логическими построениями вы вдруг взяли за кисточки нередко даже в цветах такое появляется вот поэтому здесь надо будет крутить вертеть вот даже если использовать всего два ракурса но ракурсы можно играть менять можно например делать эллипсы сильнее например здесь я сделал эллипс вот такого поворота например а можно сделать вообще вот так вот почти лежа почти лежачий такой поворотик и в таком поворотике будет еще более приплюснутая она с одной стороны очень простая то есть но если это такой вот маленький приплюс на ты уже приплюс тоже как бутон все-таки будет направлен в какую-то сторону тоже не будет центр тоже не пойдут лепесточек раз там два три четыре пять но они уже почти практически лежачие это же вот такими ракурсами уже играть и гораздо интереснее сейчас пожирни немножко это сделаю вот пока тоже работаю с тем что у меня плоские лепестки а они если вы помните лодочкой такая лодочка небольшая вот и тогда ваш ракурс будет уже гораздо интереснее вот уже три ракурса ребят у нас появляется вот ракурс такой скажем фас ну и поближе к профилю пошли полу четвертной четвертной поворотик вот тоже вот я вам предлагаю сейчас немножко похулиганить на листочке поиграть когда вот у вас эллипсы разного размера можно даже пусть будет такая небольшая рядышком конструкция где где-то эллипс более приплюснутый где-то эллипс более такой кругленький где-то можно еще посильнее такой эллипс закрутить сейчас я даже еще круглее сделаю и уже даже вот на таком наборе нескольких эллипсов вы уже сможете сделать очень интересные эффекты самих только поворотов будущих наших цветков вот а лепесточки пока все овально кругленькие можно уже сразу ребят делать такие намеки на лепестки которые ну даже если они будут не совсем одинаковый одинакового размера ничего абсолютно это естественно тем более что в поворотике тоже них могут быть разные вот но поиграйте чтобы у вас уже на карандашике ваши руки привыкли к тому что вот в положении в пространстве может ими играть чтобы вы не задумывались надо над этим когда будем рисовать это уже особо так вот на краске когда переключимся так кто-то ко мне какая-то птица на меня сверху сыплет корм и сыплет и сыплет вот и сейчас я уже предложил немножечко чуть-чуть усложнить элемент он немножко будет усложнен вот я вас возьму за этот эллипс сейчас возьму основу вот этот эллипс переведу поближе к нам побольше размером его сделала вот такой более крупненький центр вот пошел лепесточек в бок в сторону там в другой например бог какой-то листик от нас подальше парочка листиков в нашу сторону вот это все будущее лодочки так каждая подвисаю немножко отвисала и вот и теперь смотрите ребят чтобы обозначить лодочку сейчас я лодочку сделала специального лодочка образную нам надо показать хотя бы один ее бортик вот очень многие цветы образуются вот по такой конфигурации вот такая вот лодочка если эта лодочка на воде то она еще и отражается в воде не смог удержаться вот с цветками то же самое ребят вот это вот только верхняя часть лодочки и у нее есть бортик вот и как раз вот выписывая какие-то овальчики кисточками это будет очень легко сфигурировать такую конструкцию что у вас есть какая-то вот то что мы делаем сейчас вот то что до этого делали это была только вот эта часть верхняя а это вот бортик вот как раз вот эта часть и будет бортиком даже у нежных цветков очень часто она бывает чуть более темненькая нередко даже самые нежные полупрозрачные лепестки они вдруг становятся более темненькие вот на этом бортике вот именно вот в этом бортике появляется вот это вот затемнение когда вот мы видим немножко нижнюю вот эту часть лепесточка тогда и появляются очень интересные эффекты но очень трепетные очень такие прям вот но нежность увеличивается конкретно иногда бывает вот тот та лодочка которая от нас уходит вот у нее можно этого не увидеть этого эффекта а так у всех будут да у всех будет ежик тычиночек все абсолютно наши цветочки будут с тычинками прописано обязательно это дополнительно такая нежнятинка красивая очень добрая вот это обязательно вот это будет у всех но вот из-за этих лодочек и вот этих вот поворотов ракурсов мы как раз и поиграем очень интересными эффектами и сейчас мы как раз я думаю пока мы сейчас это все немножечко по черкушечки по повытворяли у нас уже подсох наш фон который мы создали и мы сейчас в него как раз и внесем вот эту вот конструкцию морковкин сразу распелся чувствую что дело к цветам пошло накидал мне поросиных чешуек сейчас нужно будет ребят нам тоже начальная карандашная будет нас прорисовочка но именно веточки пока только веточку с вами сделаем чтобы она вас шла красиво вот этот начал будет настройку такую сделать для себя чтобы именно было красивое ощущение от вашей веточки так сейчас я карандаш немножечко подточил у меня карандаш слегка стекла на веточки ребят на карандашик можно будет нажимать спокойненько а вот если мы будем сейчас бутоны потом выстраивать вот там я предлагаю очень условно практически даже особо бутоны не выписывать иначе мы потом его не зарисуем никогда у нас всегда будут карандашные прослойки сквозь нежные краски поэтому вот как вот всю эту схемку который сейчас вот здесь рисовал но любой цветок какой бы мы не взяли он будет изображаться так ну допустим вот этот цветочек допустим вот 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 этот который нас смотрит он будет изображаться вот таким элементом . центральная и немножко пять лучей его листиков я сделал это очень бледненько почти что вам будет не видно сейчас я сделаю это тоже самое жирно но это надо будет делать очень нежно и очень легонько сейчас я сделаю пожирнее чтобы было видно что этот натворил пять лучей его лепестков это вот этот вот если это будет лежачий эллипсом то тоже . центральная и пошли лепесточки в стороны именно лучи этих лепестков вот такая конструкция какие-то намеки поначалу если у вас опыт рисования небольшой я вам рекомендую у кого есть опыт ребят не надо ничего этого чертить можно все это сделать и без вычерчиваний принципе но если опыта нету и вам робко не мучайте себя сделайте себе такой хотя бы небольшой размерный вариант чтобы ум потом не метался чтобы он был больше в состоянии но некого отдыха вот ну а теперь как раз я и предлагаю вам сейчас в нашей стране и так ребят смотрите есть много очень композиционных решений как по композиции выстроить какие-то там веточки те же самые со соломинки прутики на листочке я предлагаю даже если вы что-то знаете по композиции пока забудьте пока не надо единственное что я один момент один элемент предлагаю сделать чтобы общая траектория у вас была немножечко ну если вы же для себя разместили картинку как она вас будет вот так или вот так вот вот этот фон вы сейчас можете еще поиграть еще пока есть выбор но уже когда определили для себя как у вас это будет находиться у меня вот такое будет положение я вам предлагаю чтобы у вас была веточка немножечко вверх чуть-чуть и в правую сторону поднималась вот именно был такой подъем вот общая конфигурация легкий такой ну взлет не взлет полет не полет но от некий такой вот момент приподнимается но туда вот к свету тянется вот и в будущее вот на картинках обычно эта сторона это прошлое эта сторона будущее вот правая в будущее вот вот вверх все это не нежно развивается и выходит и смотрите руку отпускаю проводите каком-нибудь ведь не задумываясь как бы общая конфигурация может какую-то палочку или кисточку себе положить чтобы это у вас намек был на то что нас таки поднимается и сделать какую-то первую волну может быть даже не в одну ступеньку вот от нее потом маленькие такие моменты вот если у вас конечно прямая ниточка ветки то с ней немножко будет похитрее посложнее ребят если у вас хотя бы есть какой-то один поворот или два то там где идет поворот вместо поворота у меня тут раз место поворота 23 место поворота вот можно и спровоцировать эти места поворота простым элементом например на прямой веточки поставить просто маленькую почку там какую-то поставить если у вас слишком прямая вот но я предлагаю вам вот если у вас есть уже поворот конкретный то от этого поворота маленький хвостик в одну сторону а другого поворота маленький хвостик в другую сторону от к от каждого поворотика веточки выходит какая-то еще дополнительная ниточка вот и здесь как как дополнительное развитие дальнейшее можно еще потом каждый из этих хвостиков хотя бы на два хвостика еще раз разбить вот но в целом чтобы общая конфигурация шла у вас именно вверх общее движение вот и используйте еще один момент ребят теперь вторая веточка я вам предлагаю именно чтобы было две две ветви с цветами у вас вот вьется где-то там рядышком где-то может быть она будет у вас спереди может быть она будет у вас сзади тоже угол немножко чуть повыше чуть-чуть тоже какую-то ветвь запускаете смело руку лучше отпустив как-то так вот в каком там волна полетела это же если не есть хотя бы там один-два каких-то поворотиков тоже маленькие отводочки прутков смело выводите все это с веточками у веточек есть одна особенность чем ближе кончиком ветвей все становится тоньше и тоньше и тоньше и тоньше все что в противоположную сторону толще 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 я предлагаю сделать первую заготовку наших ветвей уже кисточкой краской тонкая кисть синтетика лучше всего для этой цели от второго номера и выше но можно первым конечно тоже и умброженная ребят умброженная много и не надо там буквально пол рисового зернышка это уже будет много даже тем более что в тюбиках краски очень густые и нам все равно придется разбавлять это водой хотя бы две-три капельки воды точно придется дополнять чтобы это все было но пожиже жидкими красками густые синтетики очень легко управляются вот и начинаем вести сначала поначалу можно в принципе даже не очень-то сильно делать там какие-то тонкости ребят пока тонкости не нужны тонкости будут побольше штришочек я вам предлагаю такой маленький-маленький отрывистый потому что в нем есть вариант вероятность что вы сделаете вашу веточку все-таки немножко такую но с разными такими неровностями если она будет ровно это будет слишком странно смотреться вот веточки скажем тогда в достаточно неровные но есть ровные конечно но вот конкретно вот эти вот они даже бывают с узелками разными вот и потихонечку введем 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 пока что одного размера а потом уже будем доводить что-то потолще что-то делать мы будем более тоненькая когда уже будете переходить кончиком от кончики да вот тут я рекомендую вам уже постараться можно сделать даже их немножко такими слегка маленькими уломанными линиями но тоненькими уже вот самые-самые кончики и потихонечку не спеша постепенно пока ребята это будете выписывать немножечко уже так попробуйте понаблюдать процессы в некоторые внутренние переходите спокойненько так вот в состоянии такого некого какой-то такой умиротворенной легкости туда себя немножко толкните чуть-чуть даже мысль когда на это акцент делает уже можно себя туда начать отправлять спокойненько неспешно поглядывайте чтоб краски были густоватенькие ой ничего я сказал все уже успокоился совсем видать краски что были жиденькие густоватенькими красками тяжеловато это делать я думаю что вот здесь 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 вот вот здесь 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 вот вот одна веточка и 2 потом тоже какая из них будет спереди ребят тоже для себя можете так потихонечку по придумать вот какая веточка у вас будет ближе но пока пока можно все одним цветом пока что это даже вот не сильно отлично друг от друга также я предлагаю вам еще начать такую мысль запускать откуда свет будет падать у вас на картине можно это определить просто сверху если сложно можно как вариант ребят сделать такую ситуацию где у вас посветлее сами краски получились оттуда и свет а можно произвольно но все что мы будем делать впоследствии будет управляться этим выбором свет откуда-то светит откуда-то его больше чем везде вот на любых каких-то бугорках на каких-то изломках ваших линий можно сформировать намеки на какие-то почечки какие-то просто узелочки древесные все-таки веточки очень часто бывают древовидные плотненькие со всевозможными наростиками какими-то образованиями древесными и теперь я предлагаю вам как раз вывести уже такой момент как утолщение основания ваших веточек чтобы они вас были массивны и утолщались к низу это один ребят из символов гибкости гибкость подразумевает очень часто что основа у вас укоренена основа вас более крепенькая и кончику любой структуры она становится нежнее тоньше высокочастотнее это я в широких понятиях беру не только в строении ветвей это гибкость когда основа крепкая заземлена центр тяжести внизу а вверх он разреженный вот это образует гибкость ветках это выглядит именно тем что вот как раз основание более массивное сейчас начинаю его увеличивать немножечко вот конечно морковки делать здесь нет не стоит иногда можно морковками сделать в принципе такие тоже бывают я я видел такие не фотографии и гравюры видел мастеров прошлых веков где прям такие деревья вот эти вот цветущие усыпанные цветами прям морковки и морковки вот но немножко чуть-чуть будет очень хорошая такая мишка потихоньку так вот наращиваем силуэтик чтобы он у вас был где-то такой более насыщенный веков символически ребят я предлагаю вам сейчас по всем этим веточкам уже по мере того как мы будем их выписывать некоторое время тщательно и тщательно вот это и будет как бы веточки ваших благодарностей признательности это вот и будет то на чем будут находиться непосредственно уже символы цветы никак больше с любовью связаны с чувством а вот веточки это как раз благодарность признательность даже как информация предлагаю вам такой вариант он и и и и и и и и вот этих узловатости можно сделать много можно сделать только на основных таких самых больших веточках маленьким веточкам можно вот это не обязательно добавлять но ребят пороскошествовать можно как раз на наших крупных несущих ветвях вот там можно прям очень много таких всяких сделать шишечек на рустиков нередко прям наверху такой шишечки появляется . недавно сам рассматривал такие штучки очень необычно казалось бы с чего но вот как-то нам появляется и и и и и и Вот. Я сейчас буду переходить на детализацию этих веточек уже светом. Это тоже именно свет в прямом смысле слова, ребят, свет наших чувств, свет наших каких-то идей, в том числе и отцветы на этих веточках. Ну, привязать, чтобы так вот не просто как бы переходить в какие-то особенности художественных вещей, а вот немножко, ну, какой-то хотя бы, ребят, ментальный элемент запустить или чувственный элемент. Вот. Я вам предлагаю всегда вот нанизывать это все на какую-то общую канву. Вот. А канва у нас с вами сегодня очень простая. Завтра день влюбленных. Поэтому все вокруг этой канвы и своих чувств в том числе. Вот. Нужна будет охра. И немножко слегка-слегка сделать ее посветлее за счет белой краски. Чуть-чуть. Можно рядышком просто положить белое пятнышко. И вот между охрой и белым пятнышком замешать такой более светлый тон. Чтобы не такая прям чистая-чистая была охручка. Это именно свет. Свет наших ветвей. И с какой-то одной стороны, откуда вы выбрали свет, надо будет пройтись по всем нашим вот этим вот веточкам, которые вы создали сейчас. В ходе этой процедуры у вас будет видно, какая из этих ветвей будет впереди, какая сзади. То есть как только вы сейчас это проведете, все, сразу будет это видно. И с одной стороны, обращенные к свету, нужно будет сделать маленькие такие подконтуривания, получается. Светоконтур такой своеобразный. Я предлагаю его делать тоже маленькими-маленькими такими постукиваниями тонкой кисточки, маленькими микрочерточками. Не сплошной длинной, ребят, подводочкой такой вот вытянутой. Это может быть есть смысл сделать на самых тонких веточках, которые уже там отдельно пошли гулять. Может быть, там и есть смысл так погулять. А вот на наших узловых постукиваниями простукать одну из сторон. Я беру верхний свет и, соответственно, все верхние части, обращенные к этому свету, стежками вот этих вот маленьких простукиваний, как точки и стежочки. Вот эти краски станут очень светленькими и практически, в общем-то, большая часть этих мазков у вас при высыхании почти что исчезнет. Вот. И вот сейчас, смотрите, вот в этом месте я делаю как раз вот высветляю вот эту веточку. Все. Она тут же переместилась вперед, а та веточка уже за нее. Даже если они близко друг к другу, но это может повлиять все равно. В живописи обычно стараются изобразить объект более дальний чуть иначе, чем тот, что вблизи. Вот. И потихоньку, потихоньку. Такая скрупулезная подготовка к тому, чтобы на веточках вашей благодарности появились элементы, связанные уже с любовью. По старым, древним, древним каким-то и намекам, и прямым обращениям, именно благодарность сохраняет любовь во времени. Именно отсутствие благодарности устраняет любовь в течение какого-то времени. Если любовь исчезла, то обратный отчет можно запустить рождение любви через благодарность. А вот если благодарность исчезла, то начинается обратный отчет исчезновения любви. То есть, в принципе, здесь и так, и так можно вернуть любовь через благодарность. Именно свое сердце вернуть. А то на всякий случай вдруг, если она в сердце появляется, там все остальное тоже меняется. Мы не раз говорили о том, что когда был период общения с тибетскими ламами, нам рассказали один из способов порождения, ну, как бы есть практика порождения любви через благодарение. Через благодарение всего, что попадается вам на глаза. Живое, неживое, не имеет роли. Вы просто смиренно и даже немножко где-то механично. Понятно, что от ума, когда любви нету, это обычно от ума происходит сначала. Вот идет благодарение всего, что попало на глаза. И потихоньку начинает размягчаться место, которое называется сердцем. Закономерность. Все, ребят, заготовочку пока я эту оставлю. Сейчас будем переходить на цветочки. Для них нужна будет палитра. Другая совсем палитра. Кисточки какие бы нам понадобятся. Конечно, если у вас есть что-нибудь из круглой синтетики большего размера, чем второй номер, было бы здорово. Но если у вас только второй номер, можно попробовать и им эти вещи сделать. Вот. Посмотрим. А что такое круглая синтетика? Покажите. Да у меня на коленках Микадзути сидит. Она все время сидит, когда я рисую картинки. Любые. Пригрелась. Тако Микадзути. Японская одна девочка такая у нас тут. Так. Ну что ж, ребят, это у меня уже подсохло. Очень быстро, кстати, высыхают краски, когда уже какой-то сэндвич из акриловых красочек. Тем более, если у кого-то бумага. Итак, палитра. А кисточки какие покажите, пожалуйста. Сейчас покажу, Надь. Ну, что-нибудь такое кругленькое, конечно же, само собой. А вот размер. Ну вот у меня будет вот такая вот. Я не говорю номера, ребят, потому что вот этот седьмой номер, но у меня есть седьмой номер толще в три раза. То есть это от фабрики зависит. В этой фабрике это вот седьмой номер. А так я бы ее назвал все-таки четвертый. Четвертый круглая синтетика четвертого номера. Ну вот эта кисточка у меня двоечка. Второй номер. А вот рядом седьмой. Вот как так? Они практически одинаковые. Чуть-чуть отличия. Ну, это уже причуды каждой фабрики. А движение, ребят, тоже. Сейчас я вернусь немножко к сюжете, который у нас был. Вот к этой заготовке. Можно, кстати, по ней поработать. Потренироваться первой мазки, чтобы у вас уже первые мазки были не на нашем сюжете, который мы сейчас делали, а чтобы там уже были какие-нибудь уже там по количеству. Даже если это пища, тонкая бумага, ничего особенного. Можно в ней прекрасно потренироваться. Нужно будет изготовить только три цвета. Но начнем сначала с двух. Два цвета я вам предлагаю сейчас приготовить. Два оттенка розовых. Один очень светленький розовый, другой потемнее розовый. Можно это сделать на основе красной и белой краски. Причем неважно, какую вы возьмете. У меня под руками кармин лежит. Можно использовать и красную алою для этой цели. Вот. Белый цвет тоже надо будет побольше для всего. Все, причем будет на густых, именно густое все будет, ребят. Если вы будете мыть кисточки, обязательно капельку воды скидывайте. Капель-капля воды сразу делает все очень мокрым. Сразу все становится неуправляемым. Ну, в этой технологии, скажем так. В других технологиях акварельных там немножко все по-другому. Да и кисе тоже есть смысл поменять. А вот здесь как раз все такое вязкое. За счет вязкости. А розовый и темный можно применять, нет? Да, да. Ну вот у меня розовый и темный есть. Вот это у меня розово-темное, сам тюбик. Я сейчас из него как раз и делаю... Он же кармин. Просто это название. Одно и то же название, как бы разное название. А краска одна и та же. Темная, розовая, карминовая, малиновая ее называют. Она же, кстати, может быть запросто и какой-нибудь ягодой названа. Другой. Вот. Но у меня их будет одна потемнее, другая посветлее, ребят. Вот два цвета надо будет обязательно, чтобы у вас было. Более темненький розовый, но с белой краской тоже он. И вот более светленький. Вот это вот у меня будет темненькая. А вот тут у меня будет светленькая. Вот светленький тон. Ну и смотрите, пока я возьму вот этот вот наш ракурс, который прямо на нас смотрит, светло-розовую красочку я сейчас намешал, то, что вот с белой красочкой, надо попробовать один лепесток сделать одним мазком. Это делается за счет того, что вы, приложив кисточку вашу, нажимаете на нее плавненько, и плавненько начинаете уменьшать нажим, продолжая движение. И она у вас как бы отрывается немножко, все тоньше и тоньше и тоньше, формируясь. Возможно, краску надо будет менять. Но на каждые полтора-два лепестка надо будет снова будет макнуться в красочку. Вот еще разочек давайте. Вот я положил кисточку, нажимаю сильно, не двигаясь, нажимаю только нажал, сильно нажал. Теперь начинаю маленькое движение с отпусканием этого нажима, ну, с подъемом кисточки. Оп, и получается такая вот как раз структура лепестка. Ну и направление, конечно. Как ноготь, ногтевую пластинку окрашивать? Очень похоже. Вот как раз от кончика ногтя. И пошли туда вот кутикулком. К основанию ногтя. Практически одним движением, ребят. Это все одно движение. А это пока одним цветом. Нажали немножечко и прокатились чуть-чуть в центр. Пока один цвет. Вот так. Здесь я не смогу повернуться. У меня приклеилась бумажка. Так. Это будет основа, например, такая вот от вас, например. А потом небольшая роспись-пропись. Здесь я вас подожду немножечко сейчас тоже. Создайте себе вот первый ваш ракурс, смотрящий на нас. Роспись как раз будет уже делаться либо тонкой кисточкой, либо вторым номером. Тонкую кисточку я называю первым номер по привычке. Второй номер тоже такой же тонкий, как и первый. Просто во второй номер больше краски входит. Там уже будет подводочка небольшая, ребят. Ну, я предлагаю сначала беленькой красочкой от основания сделать несколько взмахов в направлении ваших вот этих вот кончиков. Взмахи легкие. Вот первый у меня не очень получился. Вот первый лепесток вот как бы так немножко смазался. Сейчас я его раскидаю чуть-чуть. Плавненько, плавненько из центра. Очень маленьким количеством белой краски. Прямо можно беленькую красочку в центр бросить и из этого центра взмахнуться, взлететь немножко в стороны. Вы как бы немножечко заодно и высветлите. Будет высветляться ваш центральный элемент. Это вот один прием, который нужно будет сделать. Поначалу это будет немножко долго казаться, такая выписка, но потом руки привыкнут, и это делается очень шустренько и быстренько. И дальше начинается темное, красное. В смысле темное, розовое. Это как раз вот эти вот бортики, ребят. Немножко намеки на бортики даже в лепестках, которые развернуты в нашу сторону. Даже в них есть смысл. Вот немножко так чуть-чуть где-нибудь слегка сделать такой маленький. Можно как раз подворотик лепестка в нашу сторону чуть-чуть. Где-то может просто какой-то маленький фрагмент. Раз, такой лепесточек, вот он чуть-чуть появился, и тоненько-тоненько сошел на нет. Как бы тоже будет как эффект подворота восприниматься. Где-то просто бачок подконтурить немножечко. Вот где-то может быть даже посильнее так завернуться тоже вот в самом начале, а потом тоже на нет сойти. Это именно темный. Можно даже использовать для этой цели иногда исходники вашей красочки. Но с ними будет уже интереснее какой-то объем. Его лучше делать тоже несимметрично, чтобы он был у вас разнообразный. И смотрите, ребят, когда перейдете на следующую операцию кисточками, вот эти тоненькие кисти, которые только что у вас что-то делали, их обязательно надо бросить в воду. Тонкие кисточки очень быстро засыхают, когда включен отопительный сезон. Сухость повышенная в помещениях, и в сухом помещении тонкие кисти замерзают с акрилом навсегда. Вот небольшая азбука. Я предлагаю еще пару бутонцев сделать уже в ракурсе каком-то. Здесь будет очень похожий момент, ребят, но все гораздо проще. Сначала формируйте два лепестка самых длинных, потом уже коротенькие. Можно с наездами друг на дружку чуть-чуть. Подводку я делать уже не буду. В принципе, я думаю, у вас сейчас уже поймается эта идея. Она несложная. Тем более, есть один момент, о котором сейчас я немножечко покажу на кружочках, ребят. Тоже бывает. Начинающие цветописцы скромно хотят показать красоту каждого цветка, каждого бутона. Оно и понятно. Это правильно. Вот, ну, допустим, вот это будет картинка. Вот здесь вот маленький такой кусочек. Допустим, вот веточка какая-нибудь там растакая. И на ней пошли бутоны. Разные бутоны в разных ракурсах. Все вроде нормально, все классно. Но они слишком так вот прям... Такие все вот как бы отдельно. Хотя бы два-три бутона соединить вместе так, что вот какой-то бутон нахлёстывает. Ну, за ним другие бутоны. Это обычное явление в цветочных конструкциях. Чтобы вот как бы произошла какая-то вот группировочка. Пусть небольшая. Совсем небольшая. Но какой-то из этих цветков ближе к нам. Какой-то дальше от нас. Сразу включится еще дополнительное ощущение каких-то вот таких вот тонких моментов. Какие-то бутоны могут быть маленькими такими шариками, которые еще не успели. Они еще совсем, кстати, тоже можем предусмотреть. Вот. То есть не бойтесь цветок расположить на цветке. Полетели. Обновите красочки на всякий случай, ребят, если там у вас их маловато стало. Вот. Тоже будьте готовы, что краску придется подмешивать периодически. Это дело такое обычное. Вот. И за счет густых красок как раз начинаем формировать потихоньку наши бутоны. Размеры. Ну, приблизительно где-то от двухрублевой монетки рекомендую. Ну, минимум рублевая монеточка. И где-то так вот до пятирублевой монетки. Если монетками это объяснять. Первые, ребята, ракурсы я рекомендую вам все-таки использовать. Именно повернутые в нашу сторону. Оно как-то спокойнее немножко. Полностью все видно. Все лепесточки. Несколько бутонов вполне могут располагаться в направлении именно к нам. Они могут смотреть прямо на нас. Вот поэтому смело их запускайте. Вот только здесь сейчас, когда вы сделаете вот ваш первый мазочек, вот первый бутончик, ребят. А я о третьей краске забыл вам сказать. Третья краска будет как раз белая. Именно белая краска будет третья. Я сейчас сделал цветочек. Свет у меня по веточкам падает сверху. Поэтому те листики, которые выше всех к свету расположены, вот у этого цветка конкретно, я, не вымывая кисти, беру кончиком белую краску и эти два лепестка по ним еще прокачусь беленьким цветом. Вот те, которые вверх смотрят. Вот именно их. А все остальные такие розовенькие. Здесь немножко смазал я пятый лепесток. Сейчас я его верну. А два лепесточка таких вот светленьких. И так везде. Все лепестки, которые чуть выше, поближе к свету, я им дам немножечко вот третий цвет, белый. Он все равно станет розовый, когда высохнет. Где-то можно прямо над вашим всем построением веточек это все сделать. Тут уже, как говорится, отпускаете руку в полет. И полетели. Пока заготовочки. Это тоже как своеобразная такая расстановка, кто где будет находиться. Если будете делать просто закрытые, ребят, шарики, как раз вот это маленькие как шарики, не открытых бутонов еще, готовятся только. Практически одним маленьким мазком. Технически это практически вот этот наш один лепесток. Если сделать один лепесток, это и будет вот как раз тот бутон, который готовится, но он еще не открытый. Вот какие-то открытые. Чтобы сделать в ракурсе как раз эллипсом какой-то цветочек, ребят, вы делаете два лепестка самых длинных в стороны, а потом уже три лепесточка, которые в нас смотрят, либо от нас отвернуты чуть-чуть. Если так описать именно эллипсы уже внешне, то практически мы делаем габариты двух лепестков, которые разошлись по сторонам, а потом что-то такое здесь внутри. Более того, иногда бывает только два лепестка помещается, а пятый мы не видим, он в ту сторону повернут. Такое тоже может быть. Бывает, что только-только бутон начал открываться, у него появился вот один лепесток, который к нам повернут, и два боковых маленьких лепестка. А четвертый и пятый, они с той стороны, мы их не видим. То есть тоже вот поиграйте вот такими разными фантазиями. Даже если вы всего два-три ракурса, ребят, поймаете, играя их поворотами в разных направлениях, можете помогать себе поворотами именно вашей основы. Смело можно ее вертеть. Чтобы больше немножко и ум запутать, чтобы он был так в новом положении, как бы он сразу так начинает думать, ой, а как же здесь теперь все это, а вот как-нибудь уже по-другому. Пока заготовочки. Сделав сколько-то заготовочек, можно потом свет разбросать каждому лепестку, который к свету повернут. Но потом так же, как мы раскидаем свет, немножко к некоторым лепесткам надо будет запустить и тень. Но тень будет тоже необычная. И приглашаем лепесточек за лепестком. Вот еще один ракурс я вам сейчас тоже расскажу, ребят, пока вы сейчас делаете еще один элемент на карандашке. Здесь я довольно широко развернутый вам показал площадочки всех этих бутонов, но очень красивые бутоны, которые не образуют такую сильную развернутость. Они больше похожи, как чашка кофейная, назову ее так, как чашечка кофейная. Вот я сейчас сформировал на этом эллипсе. Допустим, это верхний край всех лепестков, а это вот точка роста вот в этом месте. Дарья Давыдова вылетела. Вот. И вот сейчас, смотрите, я делаю лепесточек, допустим, это будет один, это будет, допустим, второй лепесток. Вот. Там где-то внутри третий, четвертый, пятый. Вот все это там внутри. То есть образуется такой, как колокольчикового типа элемент. Они как раз такой вот приоткрытый бутон. Их очень просто выписывать в этом плане, гораздо проще, чем карандашом. Вот. Вы просто делаете крупный такой валан, смотрящий вверх, в котором в основном прописываете только то, что как раз вот к нам ближе находится. Вот. Это если он немножко от нас отвернут. А вот если он к нам повернут, вот тут вам придется сначала показать два-три лепесточка, которые с той стороны находятся. Допустим, вот эти раз-два-три кончики с той стороны. А с этой стороны я пересекаю. Теперь это все уже в общий валанчик. Допустим, два лепесточка, которые вот уже с этой стороны. Когда мы будем делать с ветки теньки, тоже это надо будет показать отдельно. Но на световой части, например, беленькой красочкой, можно как раз и отсветлить сейчас вот эти лепесточки ближние к нам. Отделить их от тех, которые за ними находятся. Вот. И у вас как раз и будет уже намек на то, что вот те лепесточки за этими двумя находятся. И будет тоже красивый такой элемент. Этими штучками как раз формируется, ну, некая такая трепетность этих цветков. Что вот одни такие уже приоткрытые, другие только-только начинают. Третьи еще в шариках находятся. И в какой-то момент, ребят, надо будет себе позволить все-таки сделать, ну, как бы наезд цветков на цветки. Тоже как бы это естественно обычно в природе происходит. Вот можно в любое место, где у вас, например, уже появлялась такая, близко друг к дружке находится, вот какие-то лепесточки там и поставить. Раз, два, три. Со скромненьким наездом так чуть-чуть начать сначала. Как бы чуть-чуть коснулся соседа. А потом, входя во вкус, где-то, может быть, даже группочку из трех цветков можно будет накрыть рядышком. Вот есть какая-то уже, ну, скажем так, масса, некая масса лепестков уже у вас появилась. В принципе, можно сейчас ее немножечко подвести, ребят, чтобы она у вас уже была такая с подводочками. Подводочки как раз это и темными тонами надо будет пройтись. Здесь можно взять исходник вашей красочки и светленькими. Исходник у меня был вот этот вот темно-розовый. Капельку воды в него только добавлю. Вот. И как раз можно у тех лепестков, которые к нам, во-первых, бочком, лодочком, это можно как раз показать, у тех лепестков, которые явно к нам боком расположились, вот у них прям вот могут появиться вот эти вот намеки на лодочку. Вот. Может вообще появиться кончик, закругленный кончик как раз той лодочки, которая как носик лодочки к нам повернутым становится. Тоже очень интересный такой вариант, когда лодочка смотрит у нас. Сейчас я рядышком тоже буду дублировать. Вот. Допустим, вот у этого луча лодочка, а ее носик вот сюда заходит аж. То есть вот именно кончик этого. Вот этот кончик, сейчас я его закрашу. Вот он заезжает немножко вперед. И образуется тоже такой интересный эффект. Как раз за ворота лепестка. Те бутоны, которые только-только начинают раскрываться, вот им такие подробности рановато еще, ребят. Это только на те, которые уже открываются. Ну, в смысле открыты. Продолжение следует... Вот, кстати, у шариков тоже появляются вот эти затемненности в нижней части. Их тоже можно сделать основной краской, чтобы верхушечка у них оставалась такая светленькая, а вот именно та часть, которая от света отходит вниз, она уже чуть более насыщенная. Вот, и как раз, ребят, вот в эти зветочки, сейчас уже руки потихоньку начнут привыкать к ним, все равно уже какой-то начнет появляться элемент наработки. Вот, и вот как раз, когда уже появляется некая такая спокойная моторка, моторная память руки уже начнет выражаться, вот здесь переходите уже на внутренние моменты. Каждый бутон — это какое-то раскрытие вот этого нашего чувства к любым событиям, персонам, живым-неживым объектам, по-разному это может быть, к абстрактным элементам, к реальным элементам, как проявленным, так и непроявленным. Наша любовь очень по-разному проявляется, и очень много разных способов ее, и выражения, и проявления, и обращения к чему-то, кому-то. Вот, и тоже вот каждый вот этот цветок, это вот как раз на благодарных ветках вот это чувство появляется, рождается уже тем, что оставляет, пусть мимолетный дар, но такой, который действительно очень красиво сыграет во времени. Субтитры создавал DimaTorzok вот по поводу, ребят, подсветочек тоже дополнительных, можно еще тонкой кисточкой, так же, как вот мы сделали подворачивание лодочек, вот этих вот белой красочкой, пройтись по самым верхним краешкам ваших кончиков и лепестков, на которые на свет выходят. Именно эти подводочки только тем лепесткам, которые встретили со светом. Краска густая, белая. Лучше, конечно, сделать по сухим поверхностям и не очень сильно ее растушевывать чересчур, буквально, это маленькая такая подводочка, если у нее и растушевывать, то только то, что идет в сам лепесток, вот те движения, чтобы ваши были вовнутрь лепестка. А сам край остался таким же белым, четким, прям таким вот, не бойтесь прям делать белоснежным его. Он все равно имеет такое свойство, этот белый цвет, то, что с ним рядышком находится, того он и оттенка. А у вас здесь массивная такая розовенькая краска, она сильно окрасит последствия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И немножко потом сердцевинкам тоже уделим внимание. Количество цветков – сложный вопрос. Цветков может быть очень много. Цветков можно скромно сделать совсем немножечко. Но прежде чем перейти к внутренним элементам, ребят, немножко о тенях. У всех объектов материального мира есть тень. Это некая конкретика в том числе. Это некая такая точка над «и». это такое вот некое овеществление всего, и каких-то, может быть, скажем так, немножечко аморфных и нематериальных объектов тех же чувств. Сейчас тоже пробежимся по теням. Тени формируются обычно не всегда черной краской, хотя бывает иногда вот именно ею делается черный цвет. Как раз он способен даже очень сильно погасить все наши элементы. Вот есть много способов, минуя черный цвет, сделать затемнение самых нижних частей у любого объекта, который встречается со светом. Это чаще всего, конечно, умбра и синий цвет. Вот эти красочки, они, наверное, самые простые в этом плане. И они не пачкают. Черный цвет способен испачкать очень сильно, и тяжело будет потом сохранять какие-то легкости в оттенках. А вот умбра жженая и синий цвет, они дают такой оттеночек серовато-голубого тона, мягкого такого очень, который, ну, сам по себе не пачковитый. Он не так пачкается. Лучше, конечно, второй номер кисточки для этой цели. Это в некоторых бутонах мы это сделаем в маленьком количестве. В каких-то бутончиках этого будет чуть побольше. Но это тоже будет некое такое финализирование четкости. Вот умбра жженая. Ее надо будет очень мало. Прямо буквально треть рисового зернышка. А вот ползернышка голубой можно даже рядышком недалеко поставить. И тоже, ребят, смешивать сразу вместе друг дружке, это не надо. По чуть-чуть прихватывая тонкой кисточкой оттуда и оттуда, я предлагаю на границе, где-то вот посередке между двух красочек, немножко синенькой потянули-потянули, маленький кончик умбра жженой потянули-потянули, здесь где-то в центре замешались. Синий цвет может быть любой. Это может быть и кобальт синий, и ФЦ можно пока использовать. Что у кого есть, ребят, пока. Конечно, лучше синие либо ультрамарин, либо голубая. Или кобальтовая, по-моему, кобальт. Вот они получат. ФЦ, конечно, такой немножко. Но в самом крайнем варианте, если нет ничего. Вот я сейчас замешал концентрат. В него можно чуть-чуть добавить тот цвет, который у вас беленький, чтобы он стал такой голубовато. Какао с молоком с голубым оттенком. Вот, наверное, так это проще будет называться. То есть он вроде бы не голубой, но он и не коричневый. Хотя коричневая краска вроде бы используется. И в нижней части маленькая подводочка. Буквально каким-то бутонцем в самом нижней части. А потом, самый простой вариант, ребят, это вторая кисточка какая-нибудь, чтобы у вас была чистенькая, без воды, выдавленная вся. Вот ей как раз чистая кисточка. Я предлагаю то, что вы сейчас подведете. Эх, немножко опоздал вот с этим, с одним лепестком. Ну, второй, третий зато успел. Тут же растушевывать. То есть вот эта кисточка, которую я сейчас намешивал, она будет накладывательная. Вот здесь сейчас покажу вам этот вариант. Вот лепесточек. Нижнюю часть его я сейчас подзатемнил. Хватаю вторую кисточку чистую. И ей растушевываю, чтобы не было резких границ. Вот у этого места. По лепестку, конечно. И она как бы так слегка-слегка исчезает. Затемненность остается. Это нужно сделать не у всех лепестков. Вот те, которые дальше всех, во-первых, я почему за нижние сразу взялся, они дальше всех от цвета. Даже вот вроде бы такая мелочь, но тем не менее, недалеко. Либо самая нижняя часть. Вот у этого бутона, например, нижняя часть, она как раз вот здесь вот и идет. Вот я ее слегка подзатемнил легонько. И тут же я ее растушевываю, разбрасываю во все стороны. По лепестку, конечно. Только внутри лепестка это все. Вот такие вот затушевочки. Можно сделать каким-то из бутонцев. Они сразу станут у вас такие более, ну, более вещественные, что ли, такие. Прям вот. Густота приблизительно вот самых красочек, которые я сейчас намешиваю для этой цели, это средние сливки, жирные сливки. Где-то вот такая густотность приблизительно. Вот в лепестках, которые между собой образовали такой плотненький, тоже можно дальние как раз вот так вот сделать. Ближние может даже так и не делать ничего с теми, кто поближе к нам находится. Ну, в общем-то тут даже немножко таких акцентиков оно уже сразу сделает более весомее ваши бутонцы. При этом никуда не денется легкость оттеночков. В крайнем случае, ребят, ну, бывает так, ну, переборщили вы чуть-чуть, если вдруг. Берите снова ваш исходный оттеночек и заезжайте вот на то, что вы там нечаянно уже натворили, густенькой розовой краской. То есть эти вещи очень легко корректируются, очень легко восстанавливаются. Ну, конечно, при условии, что у вас то, то, что вы делали, из чего вы делали бутоны, не засохло. Поэтому пользуйтесь какими-нибудь пышкалками, спрейчиками, заполненных водой, чтобы пудрой и воды, пылью воды смачивать акриловые капризные краски. Потому что в сухом помещении, я уже говорил, ребят, действительно, очень быстро идет высыхание акрила, еще быстрее, чем обычно. Вот, и сердцевинки. Для сердцевинок, конечно, ребят, есть простой вариант, есть сложный вариант создания сердцевинок. Сложный вариант, вы это делаете все тонкой кисточкой, первым номером. Вот, более простой вариант, вы делаете это кисточкой, первым номером, плюс какая-нибудь зубочистка, палочка, щепочка, бамбуковая палочка, имеющая острие, иголка большого размера, вязальная спица. Вот, как бы здесь мы немножечко себе можем помочь тонкой кисточке, любой палочкой, у которой есть уже острый кончик, он уже способен делать тонкие элементы, это очень помогает. Вот, а так-то белая красочка. Эту белую красочку можно немножечко сделать не совсем белой, а, скажем так, желтоватенькой чуть-чуть, ну, хотя бы какую-то порцию. Здесь у меня же акрил высох, на сухом акриле сейчас я это создам, чтобы был теплый белый цвет. Вот, и на теплом желтом цвете я предлагаю как раз вам создать у тех бутонов, которые точно на нас повернуты, в нашу сторону повернуты. Те, которые слегка бочком, сформировать им прям маленькие даже ножки можно сделать, чуть-чуть желтовастенькие пока. Вот эти вот ежики внутри. Тоже, ребят, я предлагаю в них запустить идею, что это не просто такие ежики-ежики, это прям вот все, что яркие переживания, яркие какие-то искринки тех событий, которые связаны с проявлениями ваших чувств. Любви. Бутоны, которые развернуты в нашу сторону посильнее, точками, ребят, это уже точки. Там, где бочком мы видим, маленькие вот эти ножки, поэтому намеки на ножички такие, хотя бы легкий такой намек, чтобы был. А там, где это уже развернуто в нас, это уже точечки. Мы видим только то, что вот сам, ну, как бы верхушки этих групп ежиков из тычинок. Пыльнички сами. Те, которые полуоткрываются, у них этого, конечно, не видно, это делать не нужно. Они скрыты у вас там. Вот это вот сначала с желтеньким. И это не все, ребят, это только начало желтенькое. Скажем так, это тени наших тычинок. Желтенький цвет, это тени наших тычинок. А уже потом, либо кисточкой, но лучше бамбуковой палочкой с самым острием. Белая краска уже чистая, ребят. Несколько маленьких точек уже по желтеньким, прямо поверх них, уже беленьких. Это будут уже передние части наших пыльничков. Они тоже, когда высохнут, приобретут оттеночки, больше похожие на желтые, потому что вокруг этих белых точек желтый цвет. А белый цвет приобретает то, что вокруг него. И этим мы пользуемся очень так вот. Тихонечко так от него остановится. И еще детальнее. Последний, ребят, проход, который я рекомендую сделать, даже если у вас там светло, это пройти с контуром по белой краской, по верхушкам лепестков, повернутым к свету еще раз. Краски высыхают, все равно просвечивать начинают. И то, что мы делали уже, оно уже потускнело. Вот здесь видно, что они практически исчезли. Это свойство акрила, которое надо иногда в три слоя делать, чтобы он светился. Цвета было побольше. Особенно самые верхние, кто выше всех. Дмитрий, я немножко прослушала. Вот в серединке мы делали желтым тени от пыльчинок, а белым потом что мы делали? А белыми точками уже поверх этих желтеньких пятнышек, там образуется желтенькое пятнышко в результате этой нашей деятельности. Оно почти что исчезает, когда высыхает. И уже беленькими точками, лучше зубочисткой или бамбуковой палочкой, острием, сейчас покажу еще разочек, вот здесь, вот тут маловато. Вот прям маленькие-маленькие густенькие белые точки. Прям поверх желтого. Они и будут потом светиться, когда это все уже будет сформировано. Будут отличительно очень выглядеть. Причем, ребят, тоже вот, я об этом забыл сказать, не надо это делать всем цветкам. То есть, вот у меня вот целая гроздь нераскрытых бутончиков. Кому-то я сделал белый цвет. Какие-то даже высоко находятся, а все равно не буду делать вот каким-то вот этим бутонцам. Вы за счет этого уже сделаете эффект, что какие-то от нас немножко дальше, какие-то к нам поближе, даже в такой простой форме. Как бы здесь получается, не сказать, что ахти, как-то можно передать глубины пространств, вот всех этих элементов. Вот, тем не менее, вот можно. И финальный, ребята, вариант. Еще один цвет надо будет вынести, как раз тот, который ближе всех к черному. Либо взять черный целиком готовый, не побояться. Либо вот умбра у меня еще не засохла здесь синеньким цветом. Сделать уже концентрированную замесь умбры с жженой с синим цветом. Цвет будет очень похожий на черный, очень близко к черному. Он довольно насыщенный темный тон получится. Этим цветом я предлагаю вам пройтись тоже точками и черточками по стволикам в основании. Вот, ну, за картину то, что выходит, вот тоже немножко слегка подтонировать эти наши стволы в нижней части для начала, а потом войдем во вкус. Вот, тоже не линиями, а вот именно постукивающимися элементами, какими-то черточки, точки, черточки, точки. Вот в таком вот варианте по нашим веточкам. По крайней мере, тут часть, которая выходит за картину, а потом уже вылазками небольшими. Вот бутон находится, вот под бутоном немножко потемнее сделать, тоже точками, точками, точками. Вот, вот тоже группа бутонов находится, даже, несмотря на то, что там свет какой-то у меня был, все, бутоны тоже, они же вещественные, они все это перекрывают сами собой, и под бутонами делаем тени, небольшие намеки на тенюшечки. Немножко там так конкретизируем, еще больше. Я ставлю элемент, пусть будет в воздухе. И вот все, что находится под бутончиками, ребят, надо подтемнить. Вот тоже вот группа из двух бутонов, вот эта веточка, даже если там солнце сияющее, все равно, тем более, если там солнце сияющее, что вот это место от бутонов прям темное-темное будет, чуть ли не черное. Они, эти бутончики, отбросят эту маленькую микротень вот именно в это место. После такого у вас обычно начнет, ну, тут начнет выделяться еще сильнее, некоторые прям такие веточки прям четко-четко становятся видно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и если вы немножечко уже увлеклись, то в общем-то я считаю, ребят, очень здорово, что попали, если кто-то попал уже вот в эту пропись. Ее можно выписывать очень долго, несмотря на то, что и формат небольшой, и казалось бы, здесь не такое уж у нас изобилие этих бутонцев, они бывают вообще полностью, все ветку так увешивают, что прям там никаких веток не видно, просто грозди, настоящая грозди этих бутонцев. Вот есть еще несколько таких моментов, ну, тоже они связаны с тенями, ребят, особые тени, особенно если кто-то из вас сделал более крупные бутонцы, чем вот у меня чуть больше размером, все те цветки, которые развернуты прямо в нас, у них внутри можно повозиться немножко, там внутри тоже вот под нашими вот этими всеми, в основании лепестков два нижних лепестка, либо один нижний лепесток сделать тени, более такие интенсивные, чуть-чуть, с заходом этой тени под нашу желтенькую вот эту вот конструкцию тычинок. Тени все на умбра, перемешанная с синим цветом, конечно же, вот и прямо туда вовнутрь, маленькими порцами, именно нижние лепестки, скажем так, те тени, которые могут бросаться как раз вот этих тычинок на наши лепесточки. Вот если кому-то так вот будет мало ли ситуация, что вот бутон крупный, то, соответственно, чем крупнее объект, и детализацию придется делать чуть более четче. То есть это как бы получается донышко лодочки, здесь так попроще назвать, донышко лодочки. Те донышки лодочки на свет выходят, там все можно оставить посветлее, а вот те, которые нижние, вот у этих лодочек, вот эти места очень темненькие могут быть, в принципе, можно еще вот такую детализацию. Но весь принцип всех этих детализаций я бы вам предложил делать только в том случае, чтобы побольше побыть сюжетиком. Чтобы не просто сейчас раз быстренько его все, а вот чтобы побольше посидеть, побольше вложить туда моментов, связанных с воспоминаниями всех элементов любви, которые у вас проходили в жизни. Очень полезно так немножечко так посмотреть, как у нас проявлялось это вот вселенское чувство на протяжении наших, ну, немногочисленных лет. Все-таки чело дается навек, поэтому человеку, ну, сколько-то вот в жизни удавалось проявить это свойство любви вот в течение своей жизни, и всегда это было ярко. Это обычно очень яркие элементы. Причем в любой форме проявления этой любви, и в гиперболизированной форме, и в какой-то такой легкой, тихой, вот, и к самым разным объектам живого мира и неживого. То есть тоже разные. Даже любовь и к дому, любовь там, не знаю, там, к хозяйству, к работе, трудовая любовь. Вдруг кому-то повезло вот такое испытать. Это удивительное качество и свойства, ребят, тоже вот это все формирует, я уже это слово говорил, фокусы. То есть мы фокусируем свет вечной этой любви, текущей во всей вселенной, в каких-то событиях в нашей жизни, в проявлениях в этих событиях к кому-то, к чему-то. И мы как-то вот собираем солнечные зайчики, зеркало можем даже направлять, но еще интереснее, когда мы фокусируем как будто линзой эту любовь, и вот тогда происходит очень интересная трансформация уже материи. Но, ребят, вот, как идея нашего сюжета сегодня, вот все эти бутоны любви находятся на веточках благодарности. Пока благодарность существует, успокаивают нас древние трактаты, с любовью все будет хорошо. Вот, как только засохнет сок благодарности в ветвях, вот листья, все, и плоды, и листья, и цветы, все уже обречено. Вот, и будет уже другой цикл. Вот, ну, как маленькие идеи, ребят, тоже пока вы сейчас это завершаете, я тоже потихонечку все буду завершать, несколько идей таких вот уже на будущее. Мы с вами сделали сюжет заведомо на очень светлом фоне. А теперь представьте себе, что сюжет будет сделан на темном фоне, на очень темном фоне. Ну, даже если это черный фон, например, черный фон и вот все то же самое. Вот, это будет очень сильно прям так вот. Но еще на этом контрасте можно передать то, чего вот может быть на светлом как бы немножко, ну, подугасло. Тоже интересный момент. Ну, можно, конечно, не черный, но тоже такие интенсивные, бордовые, синие, синевата-умбровые тона. Вот, очень интересно можно поиграть. Вот такая вот одна идейка. Вот еще одну идейку, ну, уже непосредственно к завтрашнему празднованию для тех, кто будет как раз сегодня, может быть, до полуночи и дальше готовиться к этому делу. Ребят, можно сделать сердечки как раз на плотной бумаге, вырезать по какому-то трафаретику, даже можно изготовить трафаретики сердечком. И вот этот сюжет еще раз отработать и на вот этих вот сердечках, но с посылом внутреннего вот этого чувства. Не просто как вот просто нарисовали. Любой фрагмент этой веточки, даже небольшой, вот он совсем маленький может быть, но на форматике. И это уже будет импульс, такой элемент чувства, посланного во времени и пространстве. Ну, как маленькая идейка, ребят, вот нашел себе кусочек плотной бумаги. Вы можете сразу себе, например, изготовить трафаретик какой-нибудь такой вот, связанный с этим символом и сделать как раз именно сферу, которая выходит потом в кончик. Вот символ сердечка. И поэтому трафаретик уже создать несколько основ, которые и будут у вас впоследствии с подобным сюжетом в том числе. Он очень несложен и в то же время способен перенести на этой несложности довольно сложные чувства и сложные окраски. Это можно использовать. Хотя форма может быть любая абсолютно. Здесь символ такого типа. Это не является прям такой строгой формой. Тем более, что отношение к сердечку тоже бывает разное. Вот. Но для меня это не сердечко, конечно, это больше именно тор. Тор сбоку. Вот. Если так вот это дело разобрать, то это как раз вот эта вот форма бублика. Мы опять бублику переходим. Недавно о бубликах говорили. Вот. И вот как раз эта энергия, вот первый тор у нас образуется вокруг мыслей наших, а второй тор образуется вокруг сердца нашего. Когда они объединяются вместе, то вот их две становятся. Вот. Тогда это будет уже вот так вот. вот. Вот в такой вот форме. Вот и образуется сфера нашего человеческого тела тонкого. Тут у нас голова, а тут у нас сердце. Так что это вот тор. Красивый. Бублик бубликовый. Вот, ребята, тоже как идейка. Ну, на этом я завершаю нашу сегодняшнюю встречу. Если какие-то есть вопросы, я готов с радостью мало ли вдруг что-то пояснить. Вот микрофончики можете открывать, если кому-то есть что спросить, есть что сказать. С удовольствием могу. Ой. Не надо. Вот так. Великолепно. Теперь весна у меня настала, Дмитрий. Не только у вас в Анапе. Ребята, может, до нас зима пришла. Ой, как классно. Посмотрите, Дмитрий. Ага, Надя, а подержите, пожалуйста, девчонки. А кто может, покажите все, пожалуйста. Так здорово. Классно. Ну, я не вижу, что показывает. Да. Видно. 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 Женя, покажи твою красоту. Женя, покажи, не стесняйся. Вау. Ух ты. Большое-то. Классно. 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 Не знаю. Она слышна? У нас вот тоже две картинки. Конечно, конечно. Конечно. Да, мы договоримся. Классно. Классно. А тут тоже нежно. Ребята, а можно вас попросить 4 секунды подержать, не шевелясь? Я себе на память сделаю, потом просглядываю внимательно. Насколько хватит? Никто не посадил. Раз, два, три. Оп. Спасибо. Поймал. Классно. Спасибо, Дмитрий. Спасибо большое. Спасибо. Это мои первые сакуры, на самом деле. Я прям горжусь собой. Слушай, это сколько лет назад эти сакуры у нас уже? Ооо, давно. Я даже не помню. Лет пять, наверное, может быть. Не, ребят, но на том курсе у нас сакуры другого типа. Там они больше такие фантазийно-экспрессионистские и такие больше. Здесь мы немножко, так скажем, посидели со структурой. Вот. Ну, ребята, завершаем потихонечку. Всех, кто готов, приглашаю на зимние и солнечные наши пейзажи. У нас там будет три сюжета. Вот. Будем рисовать зимушку-зиму. Именно в контрасте. Ну да, это три курса в одном курсе. Семь дней будет у нас зима. С морозом и солнце мы вот так вот это сочетаем, когда и солнце и мороз. Но это редкое сочетание, которое художники обожают. Солнце горячее, а мороз холодный. Вот. В пейзаже это, конечно, очень красиво. Вот кто будет, приходите. Ну, а вам прекрасного завтрашнего дня. Я поздравляю вас с этим днем, ребят. Он, какой бы он ни был, он прежде всего запускает импульс прекрасных чувств и прекрасных свойств нашего сердца. Это очень важно. В наше время это особенно важно запускать это почаще, потому что наше сердце стараются сейчас запустить в другом направлении. Вот. Надо этому как-то это противодействовать вот хотя бы такими праздниками. Каждый день. Спасибо. Спасибо вам, ребят. Всего доброго. Спасибо большое. Давайте. До встречи всем. Пока-пока-пока.